Здравствуйте, представьте, пожалуйста, расскажите, как Вас зовут и какое предприятие Вы представляете. Добрый день. Я представляю компанию Санте-Класс, которая находится в городе Харькове. Занимается производством фитингов, систем капельного полива. Систем капельного полива. Это у нас ленты капельного полива, фитинги капельного полива, а также зажимные фитинги, которые используются для подачи воды, для объекта орошения. Понятно. Но это Вы сами производите, я правильно понимаю? Да, это наше производство. Две производственные площадки, которые находятся, одна находится в городе Харькове, вторая находится в Харьковском районе, это город Мерефово. А вот Вашими системами уже какие-то предприятия оснащены по Украине или в России? Да, конечно. Ну сколько там гектар, например? Ну, гектара и гектара мы не считаем, сколько это, потому что используются разные культуры для орошения капельного орошения. О, давайте поговорим, какие культуры? Ну, это и лук, и картофель. Сейчас используют даже для кукуруз, потому что мы являемся отечественным производителем капельной ленты. И у нас себестоимость продукции, нету растаможки, нету доставки ее в Украину. Мы являемся отечественным производителем, мы работаем на отечественном сырье, на нашем оборудовании. Ну, наше оборудование, это громко, наверное, сказано. Она наша, как и является собственной компанией, да. Но на импортном оборудовании, ну, стоит у нас, в наших возможностях, наши люди, наши... Понятно. А как вы держиваете конкуренцию там с теми же, я не знаю, турками, европейцами, китайцами? То есть есть вот с этим проблемы? Тяжело держать конкуренцию, это тяжело бороться за культуру производства. Много, много, конечно, мы перенимаем опыта, работаем с западными, в частности тоже с Китаем, потому что сам процесс, процесс, производственный процесс, очень много теряется сил на производственном процессе. Там энергозатраты, это одно, там, а сам процесс, организация производственного процесса, ну, это все в наших руках, вот мы вышли на эту цену, мы конкурентоспособны. Потом у нас еще есть такое одно из достоинств, достоинств, мы считаем, преимущество нашей компании, о том, что весь перечень продукции, которая у нас отпускается, да, она может быть сюда импортироваться, да, но не каждый, не каждый сельхозпроизводитель может завести там контейнер того, контейнер. У нас это от спроса, то есть есть спрос на ленту такого-то там расстояния между эмиттерами, мы выпускаем. Перестроить линию, это у нас, ну, 15-20 минут. То есть вы делаете под клиента, получается, да? Под клиента, конечно, мы, под его заказ. А ему тоже неинтересно, ему тоже неинтересно вложить деньги и положить на складе, будет это лежать. Ну да, понятно, контейнеры фитингов купить, да, он не востребован. А фитинг, он же, он бывает разный, там, ну, он сегодня, сегодня технологии, допустим, там, старт один, завтра другой. Где-то он услышал, что эффективность там от того. Полный перечень фитингов, там, более 37 наименований. Вот представьте, даже в том самом Китае, Европе купить 37 наименований и заморозить деньги. Ну да, понятно. То есть давайте тогда перечислим, порядка 37 наименований, размеров фитингов капельного полива. Капельного полива, да, что еще? Капельный полив у нас распределяется на ленты. Овощная лента, это круглый эмиттер, двухслойная, это овощная. Это овощная. Это овощная, три вида овощной ленты у нас, учкудук, LN и сантихплаз. Разность, это наша вся лента, разность в толщине ленты, толщина ленты. Ну, клиенты бывают разные, работаем как бы под конец. Потом у нас есть овощная лента. Овощная лента, это лента, там где круглый эмиттер. Она же называется садомодческая лента. Тоже можно расположить здесь эмиттер от 20 сантиметров до 4 метров. То есть под какую культуру, закладывается сад, какой сад, закладывается виноградник, какая графика посадки, структура, то мы закладываем. Либо уже если у человека есть заложенный сад, виноградник, он может взять у нас так называемую слепую эту ленту и под нее расставить. Опять же, у нас есть капельницу, он может слепую разложить, а уже под каждое растение в нужном месте поставить капельницу. То есть сам? Сам. На своем участке. Да, врезную капельницу ставит и уже под каждое растение это капается. Потом, вот у нас толщина есть 0,6, 0,8 и единица, да? Это толщина. Толщина самой стенки, да? Толщина стеночки. Но рукав двухслойный, внутренний и наружный рукав, да? Внутренний рукав более мягкий для того, чтобы фитинг имел зацепление, зацепление ёршиком внутренний. Наружный это ультрафиолетовый стабилизатор в большем процентном соотношении туда применяется для ультрафиолетовой устойчивости. То есть, чтобы был более устойчивый. Что удлиняет срок службы. Сейчас у нас в институте водных проблем и милиарации сертифицированного талента нам дают 6 лет нам сертификат использования. Но мы перешли на ультрафиолетовый стабилизатор импортный. Сейчас чуть-чуть, может, неправильно зовут. Не то Шульман, не то Шульцман. Применяем, претензий вообще по срокам службы по ультрафиолетовым вообще нет. Так, и это что касается этих, да? И третья наша линия, это линия по изготовлению ленты Туман. Туман, ну да, она плакательная, вот она сама в работе, да? А вот она разного диаметра, разная ширина захвата разная. Для чего используют аграрии, да? Капельный полив, само собой. Это эффективное сгорошение и все. Но если есть жара, ну, то есть давит, давит на растения, это делается разбрызгиванием, образованием тумана. Есть и в тепличных условиях делают туманы. Ну, а это, так сказать, лента Туман. Голд спрей. Иностранная, так говоря, аббревиатура она назвала Голд спрей. Потом лайффлеты, рукава лайффлеты. Это вот они сейчас, вот они, разного диаметра. Внизу синенький, да? Рукава лайффлеты. Это рукав с полиэтиленом, вот он. Услойный. Мы знаем всех, кто учил химию, нельзя покрасить полиэтилен в разный цвет. Это два рукава. Тянется один рукав, красный, это синий. Этот рукав зелёный, да? Что увеличивает прочность. Прочность, ну, опять же, наружный более стабилизатор ультрафиолетовый применяется. Понятно. А для чего вот эти рукава? Эти рукава используются для подачи. Эти рукава, рукава трёх размеров, трёх размеров применяются. Идёт, подаётся вода в мягком рукаве, так скажем, в мягком рукаве. Врезка производится таким вот способом. Вот она, врезка. С помощью этой лыжи загоняется внутренняя часть, прижимается и монетируется. Она загоняется, и она вот здесь зажимается, да. Она вот здесь зажимается. Зажимается, и получается мягкий рукав, так? И сюда же, сюда же, опять же, вот таким способом уже пошёл в рядок. Это большая врезка. А это малая врезка, тоже лайфлетовская малая врезка. Это для ленты капельного полива. Ну, в частности, это финин для садовой. Для виноградника, это садо, ёрщик. А для капельного полива, вот она, ну, для гаечки. Да, да, да. Это, то есть, это мягкий рукав. Почему его применяют? Ну, во-первых, себестоимость. Что такое взятие полиэтиленового низкого давления от трубы? Сколько она будет стоить? И сколько будет стоить этот рукав лайфлет? Наша цена, там, начиная от меньшего до большого диаметра. Там, от рубль, рубль 16 до рубль 37. Это цены, это за метр. Это в гривнах. В гривнах. Да, это в гривнах цены. Потом, что не дают, какие плюсы дают. Это можно переехать техникой. Это не раздавит. Если устиничная, тяжелая техника, там, устиничная, что-то постелили, он, там, по доске переехал. Это плюсы. Так, так, так. Мы дошли по зажимным фитингам. По зажимным фитингам мы, вот они, так, мы дошли уже до 110, от 20 диаметра, от 20 диаметра до 110 диаметра, от 125 диаметра. То есть большой ассортимент. Да, да, да. А скажите, а вот ваша продукция продается в Украине или вы с Россией работаете, с другими странами? В этом году, ну, мы начали года полтора назад, два, у нас Узбекистан, первый, наверное, чем Россия откликнулся. Сейчас в России, у нас торговое представительство в России есть, в частности, в Белгороде. Это у нас компания «Новый день», официальный дилер России «Новый день». Город Белгород, улица Сумская, 64, там наши склады, представительство еще у нас есть. Пожалуйста, у нас есть в Херсонской области, Рупинский район, лагерная, улица Лагерная Маяковского, 25. Это у нас Крым, землероб профи и, как всегда, незабываемый торговый церк Брабашова. Это наша родная. А, понятно. Там есть представительство. Представительство, ну, эти представительства имеют полные права продажи нашей продукции. Цены, даже у них завод у нас не отпускает, ну, в розницу. Представительство уже, ну, сами считают, как им там, рентабельно. Розницу. Ну, понятно. Ну, в розницу они продают. Розница продается. Розница, мелкий опт, это все в торговых представительствах. Понятно. Отлично, спасибо вам. Напоминаю, мы на выставке «Агро-анимал-шоу» «Город Киев». Покупайте продукцию. Как еще раз завод? Компании «Сантехпласт». Компании «Сантехпласт». Большое спасибо. Продолжение следует.